привет народ сегодня с вами снова я евгений пугач и мы на данном канале как всегда говорим о бариатрии сегодня речь пойдет о белке прежде чем я начну рассказывать про белок я хотел бы объяснить вам что я не являюсь врачом я тот кто перенес 2 бариатрические операции у меня есть колоссальный опыт и я являюсь бариатриками из израиля и у нас с моей точки зрения это прямо мека по бариатрическим операциям я прошел 2 бариатрические операции уже рассказывал почему нет смысла повторяется я не врач поэтому если у вас есть какие-то сомнения уточните пожалуйста вашего лечащего врача и тогда вы сможете понять истину речь сегодня пойдет о белке белок такая интересная штука она нам очень нужна мы принимаем коктейли и прочее 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 но я хотел бы поговорить немножко о том сколько белка нужно человеку за прием пищи и некоторых продуктов пройдусь по нескольким продуктам и расскажу сколько грамм белка есть в том или ином продукты скажем на 100 грамм теперь есть такая штучка есть такое понятие что наш организм за одно приятие за один прием пищи не может усвоить больше чем 30 грамм белка примерно теперь некоторые вам скажут что это миф почему потому что спортсмены принимают больше ребят я не говорю про спортсменов я говорю про бариатриков довольно свеженьких или не очень уже свеженьких сколько же белка надо по видите такую простую вещь одну такую и что нам в принципе на одно принятие пищи надо примерно около 30 грамм белка можно чуть меньше можно чуть побольше но мы ограничены в приеме пищи то есть в его количестве мы скажем вот возьмем стаканчик да это вот это вот примерно наша одна пайка ну может быть стаканчик такой может быть чуть побольше кстати это кофе ваше здоровье теперь мы рассмотрим некоторые продукты сколько там есть белка если мы будем смотреть примеру но на молоко или йогурт в одном в одной стаканчике скажем тогда стакане примерно 6-7 грамм белка дальше сыр сыр обычный сыр который порезанный до которого мы покупаем значит в одном в одной в одном кружочке сыра примерно примерно 7 грамм белка яйцо в яйце одном как правило тоже 7 грамм белка рыба курица без костей индюшка или же или же телятина на 100 грамм продукта у нас примерно 20 грамм белка это важно есть такие мясо заменители на и там всякие такие типа как котлетки такие кругленькие там примерно тоже 7 грамм белка соевое молоко почему соевое молоко потому что есть те кто не может принимать молоко пить у кого аллергия на лактозу и прочее знаете там в одном стакане в чашке всего 5 грамм белка теперь если мы с вами говорим о приеме пищи бариатрика на вы прекрасно понимаем что примерно 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 наша еда основная наша порция должна состоять примерно из 150 примерно грамм 200 грамм максимум ну желательно теперь что у нас происходит если нам надо примерно 30 грамм белка за прием пищи что мы можем сделать можем взять рыбку там не знаю курочку 100 грамм это уже будет 20 грамм белка теперь уже 20 дальше если мы возьмем там не знаю какой нибудь туда или хумус да кинем или же зеленый горошек вот кстати в зеленом горошки я забыл зеленый горошек в полстакана полстакана горошка скажем так хумуса или что-то примерно тоже 7 грамм белка то есть получается если мы возьмем рыбку если мы возьмем горошек вот нас вот у нас уже получается 27-30 грамм белка за один прием пищи поэтому ребят если вы думаете что это мало добивайте это белковыми коктейлями но если мы будем кушать правильно да то все у нас будет окей возьмем допустим завтрак что я купил что я кушаю на завтрак на работе когда я я на работе обязательно беру яйцо но это 7 грамм белка дальше беру 1 и иногда два кружочка сыра это 7-14 грамм белка и также добивая всякими такими штуками ребят поймите если вы будете кушать правильно то вам не надо будет гоняться за белком вы можете начать питаться более или менее по-человечески после операции где-то через месяц поэтому даже я вам перечитал список продуктов которые маленькие скудники да ну даже там мере нам белка много поэтому почему все вот врачи вас и диетологи с вами когда общается на тему питания говорят одну очень интересную вещь у вас примерно три четверти вашей порции должно должен составлять белок а углеводы потом если мы посмотрим на вот это вот питание да то в принципе нам углеводы для белка не надо потому что мы спокойно нормально добиваем белок из обычных продуктов поэтому ребят как надо правильно кушать если мы берем тарелку три четверти тарелки должен быть белковый продукт потом овощи и если остается место только тогда углеводы это то что советуют израильские медики